Америка на самом деле не в две, а гораздо больше. У каждой этнической группы своя Америка. Русская улица, нам, Катя, естественно, ближе других. И здесь есть парадокс. Жители Брайтон-Бич, например, избиратели в основном консервативные и скорее поддерживают республиканцев, чем демократов. Парадокс в чем? А парадокс как раз в том, что жители такого района, как Брайтон, не миллиардеры далеко, а голосуют как миллиардеры. Как будто живут на Уолл-стрит и ждут от президента-бизнесмена снижения налогов, например. На Брайтоне, Катя, многие живут на так называемую социалку. А республиканцы сейчас во главе с Дональдом Трампом, как известно, пытаются, к примеру, отменить и заменить закон о доступном здравоохранении. Это, скажем прямо, оказалось почти невыполнимо. Но, возвращаясь к Русской улице, мы решили съездить на Брайтон, увидеть и показать культовые места, поговорить с людьми на знаменитом борт-боке. Валерий Кипелов попытался понять, чего хотят соотечественники и в каком направлении движется Брайтон-Бич. Есть в мире место, где Советский Союз удался, где единство братских народов живет и в ближайшей перспективе никуда не денется. По иронии, успешная модель Совка работает в самом сердце капиталистической вселенной, Нью-Йорке. Вот она. Мы на Брайтоне. Союз, потому что здесь казах живет по соседству с литовцем, еврей с узбеком, русский с азербайджанцем. И о национально-этнических трениях в этом смешении нации и культур вспоминают едва ли. Советских, потому что на Брайтоне действительно живут выходцы из всех, без исключения советских республик. И порой создается впечатление, что время здесь не движется вперед. Общий язык для местных жителей один – русский. Правда, если продолжать аналогию, то с социализмом сложнее. С одной стороны, люди бежали сюда от социалистических реалий, от тотального уравнивания и обесценивания личности. С другой, существенная часть жителей Брайтона американский социализм приняли вполне. Пожилые иммигранты в большинстве своем активно и с удовольствием пользуются доступными социальными программами. Субсидированное государством жилье, талоны на питание, бесплатные медстраховки, проездные билеты, досуг в развлекательных центрах. При этом большинство брайтонсов открыто декларируют свое глубочайшее презрение ко всему с приставкой соц. И, как правило, голосуют на парламентских и президентских выборах за республиканцев. То есть за тех политиков, которые методично выступают за максимальное урезание льгот, пособий и программ. Парадокс? Брайтон вообще полон парадоксов. Брайтон-Бич – зона повышенной политической активности. Здесь почти у всех есть твердое мнение обо всем и обо всех. Новости о родине, старой, исторической или о новой тут, на набережной Атлантического океана, обсуждают всегда и порой горячо. Бабушки и дедушки на бордвоке – это деревянный настил променада, местная классика. Послушаем, что они говорят о былом и настоящем. Мы довольны президентам. Почему нет? Свой человек. Он мне нравится, он пять раз становился банкротом. Я его еще не сознала по-селовечески. Трамп, он по сути своей не политик, он бизнесмен. Ну, как бы, его место в бизнесе, ну, на мой взгляд. Он мне вызывает эмоции, я иногда даже восхищаюсь. Я на Путин, к Путину ничего не имею. Я никогда не доверяла людям, которые были кгбистами. Все. Однополы вы имеете в виду лесбиянок и геев. Я вообще, когда приехала сюда, я не знала, кто такой лесбиянки, кто такой геи. Могут жениться. Если им хорошо, пусть женятся. Они артисты, они хорошие дизайнеры, они чистоплотные, они спортом занимаются, они адапт детей. И я о них думаю только хорошо. Здесь пересекаются, общаются, спорят и дружат люди с очень разными ценностями и разным прошлым. Нередко встретишь бывшего университетского профессора за баранкой такси, а бывшего уголовника у руля респектабельной фирмы. Здесь к тебе могут просто подойти и заговорить о погоде, о музыке или ни о чем. Могут окатить ведром отборного мата за политические воззрения. Могут даже напасть на журналистов, как, например, случилось с нашей съемочной группой. Но у большинства шумных инцидентов мирный финал. Брайтон — это еще и огромная кулинарная мека. Украинский борщ, избекские манты, грузинский шашлык или просто бранч в стиле фьюжн прямо на берегу в легендарном ресторане с женским именем. Тут есть все. В меню, как в советской столовой, запросто увидишь котлеты по-киевски, сибирские пельмени, салат оливье, винегрет, салат из крабов, который в реальности не из крабов, беляши, чебуреки и, конечно же, компот из сухофруктов. Ну или пиво. Конечно, Брайтон тоже меняется. Лиц, оттенков кожи, национальности становятся больше. Больше здесь и денег. Разваливающиеся хибары постепенно уходят в прошлое, на их месте растут современные жилые комплексы. Существует мнение, что Брайтон – это какое-то отстойное место для русскоязычных. Некоторые даже стесняются говорить, что они живут на Брайтоне. На Брайтоне есть очень хорошие, достойные люди. Народ хороший. Особенно вот русская коммуниция здесь отличная. И все же, несмотря на дома, где квартиры за миллионы, несмотря на набережную, где порой неожиданно звучит английская речь, несмотря даже на попытки большого сетевого бизнеса прийти сюда и остаться, классический Брайтон крепко стоит на ногах. Вы можете быть уверены – гречка и сгущенка, Донцова и кроссворды, услуги портных, парикмахеров и адвокатов, чтобы избежать депортации, все здесь. Американцы называют местных жителей русскими. Украинцы, грузины, армяне, узбеки и прочие жители этого нейборхуда, как сказали бы на Брайтоне, не обижаются. Ведь здесь нет ни титульных, ни угнетенных. Здесь изъясняются на уникальной смеси русского с одесским и обязательными вкраплениями английского. Они создали собственную вселенную, и большинство не очень склонно выходить за ее пределы. Советская эмиграция сделала свой свободный выбор в свободной стране. И, кажется, время остановилось. Валерий Кипелов, Владимир Бадиков, RTVI. Специально для тайм-кода.